Международный клуб работодателей успешно продолжает свою работу. Совсем недавно состоялось открытие клуба работодателей, а сегодня он активно развивается и планомерно движется к достижению своих целей под патронажем РУДН. МКР – это пространство, в котором объединились три сектора – бизнес, образование и молодые специалисты. Основа клуба – интернациональная среда. Ключевые аспекты, на которых сделан упор, – это инициативы российских и иностранных выпускников, кадровые запросы компаний, проекты ведущих университетов. Система МКР имеет свои неоспоримые преимущества. Дело в том, что раньше у нас учеба была заканчиваясь выдачей диплома, а дальше уже выпускник сам себе принадлежал. Вот эта система, когда человек учится, уже зная, кем он будет, а потом он дальше учится, работая и повышает свою квалификацию, это вот залог развития, рыночного развития и предпринимательства, и высшей школы. Международный клуб работодателей облегчает задачу трудоустроить будущих выпускников. Кроме того, этот клуб интересен и для уже состоящихся выпускников. Почему? Потому что среди них много бизнесменов. И, конечно, вот чисто такие общественные мероприятия им уже не очень интересны. А именно мероприятия, касающиеся рынка работодателей, подбора персонала, какие-то бизнес-встречи могут как раз привлечь этих выпускников к участию в работе наших ассоциаций, соответственно, из-за того, что им будет интересен вот этот момент участия в клубе работодателей. То есть я считаю, что ассоциации выпускников и клуб работодателей взаимно заинтересованы друг в друге. Международный клуб работодателей начал свою работу в конце прошлого года. И тогда участники определились с основным кругом вопросов, который будет решать клуб. Учредители МКР являются Российский университет дружбы народов, кадровый холдинг «Конкор», холдинг «Домодедово», компания «Сенжента», Московская торгово-промышленная палата и Торговая палата России-Бразилия. Уже несколько лет мы плодотворно ведем сотрудничество с РУДН по линии программы «Приток». Мы набираем студентов в нашу программу целевой подготовки, в рамках которой они готовятся и по специальностям в РУДН, и проходят обучение на базе корпоративного университета, тренинг-центра ДМЕ. Необходимость создания такой единой площадки, она давно назревала как на рынке труда, так и в вузовской среде, и мы решили эту всю работу систематизировать и модернизировать, и создали Международный клуб работодателей. Открытие состоялось 28 ноября 2018 года, это конец прошлого года, и сейчас мы находимся в процессе, во-первых, приглашения новых участников, и во-вторых, в процессе разработки плана мероприятий. Сейчас мы пытаемся понять, чем именно должен заниматься клуб. У нас есть уже примерное понимание, но эта концепция нужна в дополнениях, в том числе и от ассоциаций выпускников. На заседании также участвовали представители ассоциаций клуба выпускников из разных стран. Как выяснилось, для каждой страны нужны свои специалисты. У нас, как развивающаяся страна, она огромнейшие возможности. У нас по всем направлениям сейчас нуждаются. Тоже инженеры, врачи, юристы, экономисты. У нас есть страна, развивающаяся, и ей нуждаются все специалисты. И особенно выпускники Советского Союза, они очень успешно работают в стране и занимают очень высокие должности в стране. Мы очень гордимся нашими выпускниками из УДН, из Советского Союза. Очень отлично все работают. Мы очень с этим радуемся в жизни. Одно дело – получить образование, а другое дело – найти работу. Это очень сложно, да? Теперь клуб будет помогать студентам, во-первых, выбрать полезную специальность. Потому что если ты африканец, то, что здесь, есть много специальностей в России. Но не все специальности помогают найти работу. Иногда трудно устроиться на работу. Даже если вы получили красный диплом здесь, если этой специальности нет у вас дома, где вы найдете работу. Так что первый шаг – советоваться с новыми студентами, чтобы они выбрали полезную специальность. Участники заседания отметили, что для решения задач клуба, в частности, трудоустройства иностранных выпускников, необходимо отслеживать ситуацию на рынках труда от зарубежных стран, получать запросы от ведущих компаний и обучать востребованных специалистов. Телевидение РУДН. Новости.